МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устав благочиния или полицейский? В Сарапуле в Музее истории и культуры Среднего Прикамья хранится документ, которому скоро 240 лет. Современники императрицы Екатерины II жили по правилам, четко в нем расписанным. 14 глав, 274 статьи вместили в себя полицейскую систему губернских и уездных городов российского государства, которая начала формироваться еще при Петре I. В 1718 император лично утвердил инструкцию для первого генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга. Отсюда и пошел отчет истории российской полиции. Они следили практически за всем. За состоянием дорог, мостов, за благоустройством, порядком на улицах, за состоянием и контролем торговой деятельности, следили за тем, чтобы не обвешивали, то есть за мерами весов. Компетенции их были очень широки. Кто мужского пола войдет в торговую баню женского пола, или женского пола войдет в торговую баню мужского пола, с того взыскать пеню и топить ему баню смирительного дома, да где же заплатить? Ну, пока не заплатят. Все, за чем сегодня следят различные надзорные органы, три века назад зона ответственности полиции. Высшим полицейским чином на местах были городничие. В Сарапул в 1789 году сенат назначил Андрея Дурова. Отец знаменитый кавалерист девицы Надежды Дуровой в городе Накаме прослужил дольше всех, 36 лет, и пользовался уважением жителей. При нем Сарапул только-только получил статус города. На плечи Дурова легли судьбоносные преобразования. Закладка народного образования, потому что при нем появилась первая школа. Выкладка здравоохранения, потому что в это время начала работать первая больница. Формирование почтового ведомства. Надо сказать, что к полицейским уезды жилось неспокойно. Сарапул – город-пристань, и самое криминальное место – набережная. Как раз это было самое оживленное место в городе. Здесь и питейные заведения. Да, здесь и крупные магазины, и питейные заведения. Это место всегда было под пристальным надзором городовых полицейских урядников и самого исправника. Именно здесь происходили какие-то громкие происшествия. Распространены были кражи. На пароходных пристанях и на Сарапульском базаре возле обжорок При облавах порой полицейские задерживали до полусотни мошенников и воров за раз. И оборот поддельных денег в купеческом городе процветал. В 1913 году в Сарапуле действовала целая подпольная мастерская по производству фальшивых рублей. Ах, как ее искала полиция! Разоблачили банду, внедрив сотрудников в шайку. Кстати, отбор на полицейскую службу был строгий, и это невзирая на большую текучку кадров. Стражам порядка полагалось быть опрятными, вежливыми и следовать должностным инструкциям. Полицейские должны относиться к публике вежливо и предупредительно, и воздерживаться от мелочных придирок, от излишней строгости и вмешательства в дела, не наносящие ущерба службе. Они должны при всяких обстоятельствах твердо помнить, что призвание полицейских – защищать публику. А в феврале 1913 года в казарме 21-го конно-полицейского отряда открылась школа для подготовки полицейских урядников. Лекции будущим полицейским читали прокуроры, судьи, врачи, ветеринары. Преподавали не только теорию. Учили приемам самозащиты, обращению с оружием и даже фехтованию. А эта улица 100 лет назад Вознесенская, а ныне Советская, в 1917 году стала местом, где началась Сарапульская революция. В исторические хроники она занесена под названием «Винный бунт». На месте этого дома 100 лет назад был винный склад. Расквартированный в Сарапуле запасный пехотный полк наткнулся на него 9 ноября. Реки Спиртного текли по улице к центральной площади. Пьяная толпа громила и жгла все на своем пути. Чтобы подавить бунт, в город ввели войска. Красногвардейцы из Ижевска и Казани не только наводили порядок в уездном центре. С их приходом в Сарапул пришла и советская власть. Главной задачей новой власти была борьба с мародерством, саботажем и хищениями. По новому административно-территориальному устройству Сарапул сначала оказался в составе Пермской губернии, а затем в Уральской области. В Удмуртскую СССР город вошел только в 1937 году. Период становления советской милиции долился долго. Созданный после революции народный комиссариат внутренних дел РСФСР ввел советскую рабоче-крестьянскую милицию. В смутные, жестокие времена профессия милиционера стала самой опасной. Чтобы поддержать и сагитировать людей, новая власть особо торжественно решила отметить первый юбилей советской красной милиции. Пять лет со дня образования. Учитывая низкий уровень обеспеченности милиционеров, им устроили настоящий пир. Меню праздничного обеда. Булка – одна штука. Тарелка супу с мясом – одна штука. Котлетки – две штуки. Чай – один стакан. Пирожок с рисом и изюмом по одному. Печенье – три штуки. Сахар – два куска. В 1935 году сарапольскую милицию возглавил Михаил Тильк. Кузнец Сыжевского завода, революционер, участник гражданской войны. Известно, что с началом репрессии в Сараполе он открыто выступил против незаконных арестов и перестал выделять милиционеров для ночных рейдов, за что был арестован как враг народа, больше года провел в сарапольской тюрьме, но потом с него сняли все обвинения и оправдали. Достойным продолжением Михаила Тилька стал его сын за подвиги в Великой Отечественной войне. Он награжден орденом Александра Невского. На фронт уходили тысячи добровольцев. Среди них и сотрудники милиции. Половина штатного состава была мобилизована. Вернулись единицы. Поднимали обессиленную страну в том числе и восстанавливая правопорядок. Наш знаменитый Черепанов Свадей Петрович, который был первым экспертом-криминалистом в нашем отделе, проработал 30 лет. На смену ему пришел сын. Отработал тоже более 20 лет. Небольшой музей сарапольского отдела МВД появился недавно. Историю здесь собирают по крупицам. Вот, например, особо ценный экспонат образца 1965 года. Это один из первых экспертных чемоданов, которые использовались тут. Порошки крепились, пинцеты, ножницы. Ну, в общем, все, что нужно было для осмотра, при осмотре места происшествия. Первые эксперты-криминалисты сарапольской милиции улики фиксировали вот такими фотоаппаратами. Отчеты печатали вот на таких машинках. Причем машинки печатные были не у всех. В основном ручка, никаких компьютеров. Тогда вообще ничего не упоминалось. Была машинка. Стояли в очереди, кому попечатать. Да. Нагрузки по делам были очень большие. И да, никакого интернета. Под рукой только настольная книга следователя. Год выпуска 1949. Здесь памятка. Как, например, описать следы и прикинуть рост и вес преступника. Юридический словарь, чтобы в протоколах использовать нужные термины. Меняются преступления. Когда-то у нас был вал, допустим, тех же крашей из гаражей. Сейчас их значительно меньше. Очень много было грабежей, шапок меховых, да, одно время. Сейчас вообще об этих преступлениях мы не слышим и не знаем, да. В то время мы расследовали, мы не знали, что такое компьютерное преступление. Сейчас это сплошь и рядом. Современный Сарапул, как и 300 лет назад, не назовешь тихим провинциальным городом. Здесь были преступления, раскрывать которые приходилось с привлечением сил республиканского МВД. В 2012-м здесь разворачивались события, державшие в страхе весь город. Рэкет, крышевание. Казалось, в Сарапул вернулись лихие 90-е. Люди были настолько запуганы, что с заявлением в полицию не пришел ни один пострадавший. Оказалось, что руководит всем этим один человек. Вот он, Александр Терескуков. Рецидивист половину жизни провел в колонии. Он был авторитетом. Судья, осужденный и у вас по освобождению из москвичения свободы, решил заняться преступной деятельностью. Перескоков организовал четыре преступные группы, каждая из которых действовала по своему профилю. Притоны, вымогательства, грабежи, кредитное мошенничество, доходы от нелегальной сферы интим-услуг пополняли так называемый общак. Выйти из-под контроля было сложно. За прогул, крупный штраф, за отказ работать, побои или выкуп. Либо ищите замену себе. Или отступные, да? Что такое было? Либо выплачиваете 15 тысяч, что ли, там было. За каждую, да? Да. Девушек, решивших завязать с проституцией, а также жертв, не желавших расставаться собственными деньгами, отморозки вывозили на окраину Сарапула, в заброшенную промзону, где жестоко избивали бейсбольными битами, стреляли в упор из травматических пистолетов. Для устрашения на сходке банда всегда приезжала полным составом. А это два десятка человек. Была у них и своя берлога. Данный район, где располагается набар, являлся районом проживания многих участников преступного сообщества. То есть, я правильно понимаю, они вырастут здесь все? Совершенно верно. Всего за несколько месяцев сарапульская группировка совершила 61 преступление. По делу проходили более 40 потерпевших. Уголовное дело очень большое. Расследовалось оно тоже у нас длительный срок. Проведена действительно кропотливая работа. У участников много, 14 человек в общей сложности. Много преступлений, много свидетелей, очевидцев, которые были допрошены. Судебный процесс длился 3,5 года. Приговор вынесли только в 2017 году. Лидер ОПГ Перескоков получил 10 лет особого режима. Никого нет народу. Я и не подумала, иду спокойненько. И шагов-то не слышала никаких. Никаких шагов. И потом бросит мне по голове. Сзади. Ой, я сразу стала кричать. Ой, помогите. И у меня это кровище, вот это заткнуло обеими руками. В 2013 году Сарапул снова содрогнулся. Кто-то нападает на женщин, выбирает пожилых и слабых, отнимает сумки, снимает драгоценности. Нападавшего сзади преступника ни одна из жертв описать не может. Примет нет. Между тем, пострадавших уже пятеро. Полицейские принимают решение ловить на живца. Подсадной уткой вызвался стать молодой сотрудник. Дома взял вещи бабушки и, нарядившись с женщиной, отправился в парк, где происходили нападения. Но бабуле из полицейского получилось не очень. И тогда оперативник пришел в Сарапульский драмтеатр. Это было сделано для того, чтобы убрать из видимости щетину, чтобы придать коже более, так сказать, старческий вид. Делались морщины. Это ваш первый опыт был такой? Да. А вообще для сарапульской полиции это тоже, наверное, было не каждый день? Ну, я думаю, что это достаточно редко используют. Каждый день полицейский приходил в театр. И каждый раз выходил оттуда новой бабушкой. Грим, одежда, палочка, сумки. На четвертый день сработало. Преступник выдал себя и был схвачен. Ходил в Собес. Меня обманули там с этим расчетом. Первый расчетом по квартире. Там должен деньги выдать. Сказали, еще ты отдашь деньги. Я был законом, это все положено. После этого у меня был нервный срыв. Я как бы пошел на преступление. Прианимался два дня. Но пока швы сейчас заживают. Скочка встает на место. Это последняя жертва Антона Митрошина. Всего их было шесть. Иногда по две за вечер. Все, что они могли рассказать полицейским после того, как их заштопывали врачи, нападал молодой, высокий, весь в черном. По скудным приметам можно было арестовывать четверть мужского населения Сарапула. Жителей через СМИ предупредили. В городе объявился нетипичный маньяк. Наносит беспорядочные удары ножом и убегает. Всех призвали быть предельно осторожными. Три недели длились поиски. Полицейские ночевали на работе. Пытались ловить на живца. Но преступник затаился. На удачу пришла оперативная информация. Нашлись те, кто видел Митрошина в местах нападения. Пробили, а он на учете в Сарапольском психоневрологическом диспансере. Засаду у его дома длилось два дня. Когда он, наконец, вышел на улицу, его схватили. А при нем орудие преступления. Конечно, человек, который приводит сюда, он говорит, что я ничего не делал, ничего не совершал. Человек психически нездоров. С ним пришлось очень продолжительное время беседовать. Он мог только разговаривать один на один с человеком. Вот. Должен был доверять человеку. Тестивили как психолог. С 1718-го от Петровского указа о полиции до наших дней ведомство прошло долгий путь становления. Полиция сегодня является самым многочисленным и многофункциональным звеном российской правоохранительной системы. По результатам работы каждого конкретного сотрудника МВД, население судит об эффективности всей власти. А это очень большая ответственность. В Сарапульском отделе, например, трудится 290 человек. За годами было принято более 18 тысяч обращений. Расследовано 900 уголовных дел и выявлено 2000 административных правонарушений. За сухими цифрами сложная, по долгу службы незаметная и опасная работа. Все для того, чтобы жизнь обычных людей была понятной и по-хорошему предсказуемой. Редактор субтитров А.Семкин